Министр финансов Бахет Султанов объяснил, почему в прошлом году не были реализованы 146 миллиардов тенге. По словам главы ведомства, 110 миллиардов не освоены по объективным причинам. К примеру, Казахстану удалось сэкономить 20 миллиардов тенге на обслуживании государственного долга, тогда как был запланирован более высокий обменный курс 360 тенге за доллар. 77 миллиардов тенге это неиспользованные средства резерва. По необъективным причинам не освоены 36 миллиардов. Самая крупная сумма числится за Министерством обороны. Деньги остались из-за срыва соглашения с Россией на приобретение авиационной техники. В тройку также вошли Министерство внутренних дел и Министерство образования и науки. Бахет Султанов отметил, что за недостижение результатов предусмотрена ответственность. В прошлом году административному наказанию подверглись 53 госслужащих. Вместе с тем депутаты потребовали от правительства объяснить наличие финансовых остатков на счетах национальных компаний. В 2016 году на формировании установок капитала квази-государственного сектора было потрачено 323 миллиарда тенге. При этом у них есть большой остаток в размере 110. В итоге деньги не были использованы ни для развития экономики, ни для решения социальных вопросов в стране. Почему у нас неправильное планирование? На эти деньги, к примеру, мы могли бы обеспечить водоснабжение населенных пунктов. Мы им даем средства, а они не реализуют. Деньги поступают только после предоставления актов выполненных работ, проектно-сметной документации и других подтверждений реализации проектов. Поэтому этот процесс, согласно порядку, немного затянут. Но сейчас этот остаток идет к уменьшению. В аэропортах, на вокзалах, для обеспечения безопасности, решения вопросов интернет-связи мы реализовали все намеченные планы только через квази-государственные сектора. Поэтому в будущем мы должны использовать новые принципы ГЧП.